Иван Данилович Черняховский. 29 июня 1906 года, 18 февраля 1945 года. Дважды Герой Советского Союза. Был самым молодым генералом армии и командующий фронтом в истории Советских Вооруженных Сил. Во время сражения за Воронеж и Верхний Дон командовал 18-м танковым корпусом, затем войсками 60-й армии. Погиб при освобождении Польши за несколько месяцев до окончания Великой Отечественной войны. Иван Черняховский родился в украинском селе Оксанино Черкасской области. Отец Ивана работал простым батраком у местного пана, а позднее устроился стрелочником на железнодорожную станцию в Апнярка. В семье было шесть детей. Черняховские постоянно испытывали нужду. Еще тяжелее стало, когда в начале Первой мировой войны главу семьи отправили на фронт. Раненый Данила Черняховский вернулся домой в конце 1915 года, а через 4 года отец будущего генерала умер от ТИФа. Через неделю от этого же заболевания скончалась и мать. Чтобы не умереть от голода, Иван брался за любую работу и странствовал с беспризорниками. С мая 1920 года трудился ремонтным рабочим и подручным слесаря на станции Вапнярка. Иван постоянно занимался самообразованием. В мае 1921 года успешно сдал экстерном все экзамены по курсу неполной средней школы. В том же году Иван Черняховский был избран секретарем комсомольской ячейки села Вербово. Папа до конца дней жизни помнил тот тяжелый период своей жизни. Однажды мне досталось за то, что я фыркнула от жареной картошки с луком. Потом папа рассказал, что такое голод и как ему тяжело доставался сухой кусок хлеба. Из воспоминания дочери генерала Неанилы Черняховской. В июне 1924 года комсомольская организация завода направила молодого активного паренька на учебу в Одесскую пехотную школу, где он показал прекрасные результаты в стрельбе, а также стал победителем в ряде дисциплин по итогам соревнования. После окончания первого курса Черняховский отправился погостить к родственникам на малую родину, где познакомился с будущей женой, киевлянкой Анастасией. Не желая расставаться с любимой, Иван добился перевода из Одесского пехотного училища в Киевскую артиллерийскую школу. Иван перешел на последний курс. Его тревожило, что скоро придется уехать из Киева, а это значило расстаться с любимой девушкой. А он уже не мыслил жизни без нее. Однажды прямо сказал, Анастасия об этом просил стать его женой. Курсантам не рекомендовалось вступать в брак до окончания военной школы. Но у командования не было оснований беспокоиться за успеваемость Черняховского. Учился он отлично. Карьера Ивана Черняховского шла в гору. Он командовал учебным взводом, затем батареей 17-го корпусного артполка в Украинском военном округе. В 1932 году поступил в военную академию механизации и моторизации рабочей крестьянской Красной армии. Закончил он ее с отличием в звании старшего лейтенанта. В марте 1941 года Ивана Черняховского назначили на должность командира 28-й танковой дивизии и отправили в Ригу. С началом Великой Отечественной войны дивизия Черняховского вела напряженные оборонительные бои возле Шауляя, города на севере Литвы, сдерживая наступление и нанося ощутимые потери 41-му танковому корпусу гитлеровцев. В августе 1941 года дивизия продолжила тяжелые оборонительные бои вблизи Новгорода. Увидев меня сейчас, ты не узнала бы меня. Я похудел на 17 килограммов. Не подходит ни один пояс. Все велики. Даже браслет от часов соскальзывает с руки. А я еще мечтаю помыться и побриться. Борода, как у 60-летнего деда. Я уже давно привык к ней. Однако все это не мешает командовать с такой же страстью, как и всегда. Из письма Ивана Черняховского супруге Анастасии от 27 августа 1941 года. За успешное руководство боевыми действиями по окружению частей 16-й немецкой армии в районе поселка Демянск Новгородской области полковник Черняховский 3 мая 1942 года был награжден вторым орденом Красного Знамени. А 5 мая ему присвоили воинское звание генерал-майора. В июне 1942 года Черняховского вызвали в Москву. В главном автобронетанковом управлении Красной Армии генералу-майору привручили предписание и предложили с первым самолетом лететь на новое место назначения – в район Воронежа. Черняховский прибыл в Воронеж в июне 1942 года. Сотни фашистских стервятников непрерывно бомбили Древний Воронеж. Дым пожарич клубился над городом. Гитлеровцы бешено рвались к Дону. Ценой огромных потерь им удалось выйти в район Воронежа и на подступы к Сталинграду. В самом начале боев от фашистского натиска Воронеж обороняли бойцы нескольких полков и отдельных батальонов войск НКВД. 232-й стрелковой дивизии, местные ополченцы из числа гражданских лиц и танковой бригады Черняховского. Воронеж не сдавался. На его улицах развернулись ожесточенные уличные сражения. Танкисты Черняховского отчаянно дрались на центральных улицах города, в районе маслозавода, на улице Кирова и в районе железнодорожного вокзала. В самый разгар боев за Воронеж Черняховский заболел малярией, температура доходила до 40 градусов, но генерал продолжал командовать и отказывался ехать в госпиталь. Вплоть до 25 января 1943 года Воронеж был городом-фронтом. И все это время Черняховский был непосредственным и ключевым участником Воронежского сражения. Столько времени в Воронеже не пробыл ни один из военачальников того времени. Черняховского по праву называют освободителем Воронежа. В июле 1942 года Черняховского назначили командующим 60-й армии, которая переняла участие в Воронежско-Касторнинской операции, Курской битве, форсировании рек Десна и Днепр, в Киевской, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой операциях. За операцию по освобождению Воронежа Иван Черняховский представлен к ордену Красного Знамени. В октябре 1943 года 60-я армия уже в составе Воронежского фронта участвовала в форсировании реки Днепр. Из-за проявленной героизм и отвагу в ходе боевых действий 17 октября Черняховскому присвоили звание Героя Советского Союза. В феврале 1943 года Иван Черняховский был представлен к званию генерал-лейтенанта, в марте 1944 года генерал-полковника, а спустя 4 месяца Черняховскому присвоили звание генерала армии. Он был самым молодым генералом армии в 37 лет. В апреле 1944 года Черняховского вызвали к Сталину, где он узнал, что становится командующим 3-м Белорусским фронтом. В июле 1944 года части 3-го Белорусского фронта освободили Минск, а затем и Вильнюс. Из-за успешного проведения белорусской операции Черняховского во второй раз наградили медалью «Золотая звезда» с присвоением звания Героя Советского Союза. Блестящая карьера талантливого генерала оборвалась 18 февраля 1945 года. Разговаривал я с личным шофером Ивана Даниловича Черняховского, Николаем, и он рассказал, при каких обстоятельствах погиб Иван Данилович Черняховский. Он говорил, мы уже объехали участок фронта. Иван Данилович был таким, что залезет в каждый окоп, в каждый блиндаж. Мы возвращались к машине. Иван Данилович сам сел за руль, а меня посадил в сторону. Когда мы ехали, противник сделал огневой налет. Снаряд упал около машины. Осколком пробил Ивану Даниловичу левую часть груди на вылет. Адъютанты положили его сзади в машину. Он сказал тогда, когда был ранен, и упал на руль. Николай, спаси меня, я еще для родины пригожусь. Я сел за руль и быстро приехал машиной до Санбата. Из воспоминаний друга детства генерала Черняховского Антона Туба. Сын генерала Олега Черняховский хорошо запомнил дату смерти отца. По его словам, накануне в доме происходило что-то необъяснимое. Ваза стояла хрустальная. И утром встаем мы, а ее словно лазером разрезали пополам. Спасти генерала не удалось. Его похоронили в Вильнюсе на одной из центральных площадей. Всего одного дня не хватило дожить Ивану Черняховскому до присвоения звания маршала Советского Союза. Приказ был отозван Сталином сразу же после гибели генерала. Изначально этот памятник был открыт в Вильнюсе 10 декабря 1950 года. Четырехметровая бронзовая статуя возвышалась на трехметровом постаменте танковой башне. На ней по-литовски было написано генералу армии Черняховскому от литовского народа. После развала СССР памятник был демонтирован, его хотели отправить на переплавку. Но по инициативе и приличному участию мэра Воронежа Анатолия Гольца памятник перевезли из Вильнюса в Воронеж. Переговоры вел начальник городского управления культуры Иван Чухнов. Утром 5 мая 1993 года генерала привезли на площадь, носящую его имя, где уже почти месяц велись строительные работы. Для этого пришлось воспользоваться родным павловским гранитом, так как из Вильнюса постамент так и не передали. Всего его понадобилось около 30 тонн. Общая площадь гранитных плит, уложенных в основании постамента, составила около 40 квадратных метров. Памятник был открыт в мае 1993 года. О том, что в городе есть площадь Черняховского, знают практически все воронежцы. А вот об улице Черняховского известно гораздо меньше. Она находится в Ленинском районе Воронежа, расположена недалеко от Еврейского кладбища. Улица Тихая, в самом начале расположены высотные дома, а затем частный сектор. Мемориальная доска генералу Черняховскому расположена на доме номер 6.